Привет! Я могу пару минут посидеть, пока с вами разговариваю, потому что выставка реально большая. Помните, я как-то выкладывал пост с просьбой поддержать Россельмаш, поддержать в голосовании их кормоуборочный комбайн за звание лучшей машины года по версии агритехники. Так вот, пару часов назад объявили результаты. Всем огромное спасибо за поддержку, спасибо, что откликнули, спасибо, что голосовали. Мы были вот настолько близки, но эту награду забрала другая компания. Тем не менее, даже участие в этой номинации очень важно для Россельмаш, ну и, конечно, это важно для нашего машиностроения в целом. Я все-таки хотел бы показать этот комбайн, чтобы нам специалист рассказал о его технических характеристиках, какие-то особенности. Поэтому сейчас в буквальном смысле я вас забираю на стенд Россельмаш. Поехали! Добрый день, меня зовут Саенков Сергей, я управляющий товарной группой по кормоуборочным комбайнам и самоходным косилкам. Хочу представить вашему вниманию новый кормоуборочный комбайн, но это не просто новый кормоуборочный комбайн, а семейство кормоуборочных комбайнов. В его основе принцип гидравлического привода, как адаптеров, так и питающего аппарата. Соответственно, концепция удобства, концепция максимальной производительности, это все нам дает новая платформа кормоуборочных комбайнов. Для знакомства с машиной, конечно же, прежде всего нужно посмотреть адаптеры, которые есть на этой машине, а это тоже новые адаптеры, разработанные специально под новый концерт. Прежде всего, это кормоуборочные адаптеры для уборки грубостепельных культур, мы назвали их маис-хедер, 4,5-6-7,5 метров. Их особенность или отличительная черта в том, что они могут сделать минимальный срез на высоте 60 мм. Иногда это очень полезная функция. Они складываются в транспортное положение, габарит 3 метра и можно передвигаться по дорогам общего пользования. Также разработаны подборщики, это либо 3, либо 4 метра и жадка для уборки травы, как мы говорим, прямым способом, 6-метровая, ротационная. И чтобы дальше познакомиться, предлагаю перейти и посмотреть именно питатель. Новая концепция привода это гидравлика. Гидравлика направлена на то, чтобы крутить питающий аппарат. Мы тем самым получаем бесступенчатую длину резки от 4 до 22 мм на стандартном комплекте ножей. И гидравликой же у нас приводится адаптер. Это позволяет нам синхронизировать скорость вращения адаптера длиной резки и с поступательной скоростью машины. Базовое оснащение это как на всех крамоуборочных комбайнов практически. Камнедетектор, металлодетектор, автомат заточки ножей, автомат подбода бруса. Это все позволяет минимизировать человеческий фактор и больше времени уделять именно работе в поле. Все эти изменения в нашей машине привели к тому, что ДЛГ обратила внимание на нашу машину. Так как мы в этом году проводили тест-драйвы по всей Германии в четырех локациях. И номинировали нашу машину в шорт-лист машина года. То есть это одна из машин, которая претендовала на звание лучшей машины года 2020. На компанию установлена кабина Comfort K2, так мы ее назвали. Это рестайлинговая версия базовой кабины. Отличается тем, что в машине есть климат-контроль, колонка с двумя перегибами, удобная навигация по всему салону, джойстик многофункциональный. Под управление всем осуществляется два из третий. Это так называемый помощник, в котором стекается вся информация по машине. Плюс он передает все данные через нашу систему Агротроник. Которую можно на расстоянии смотреть, где машина находится, какие она функции выполняется, работает, если простой расход топлива. И строить уже графики загруженности, соответственно, и производительности машины. Следующий монитор, который вы здесь видите, это система движения по редкам. Она позволяет автономной машине двигаться по редкам, то есть без управления человека. А там, где нету же редков, либо проплешины, по сигналу GPS машину ровно проведет до следующих редков. В чем же состоит семейство комбайнов? Прежде всего, это сердце машины и ее двигатель, моторно-силовая установка. Меняя моторно-силовую установку и привода, мы получаем машины разной мощности и производительности на одной и той же базе. Это позволяет удовлетворить как потребности в маленькой машине, так и в большой машине. А мощностные ряды здесь следующие. 455, 503 и 611 лошадиных сил. Это все выбирается именно хозяйством под свою производительность, под свои потребности. Номинация у нас в шорт-лист машина года дает, конечно же, нам силы и заряжает нас уверенностью в том, что мы движемся в правильном направлении и дает ускорение, чтобы мы еще больше вносили все те изменения, которые так необходимы аграриям, чтобы машина их полностью удовлетворяла. На следующей агротехнике что-нибудь выиграем? Я думаю, обязательно выиграем и займем не только одну, но и несколько медалей. Супер! Субтитры создавал DimaTorzok